За два месяца до старта отопительного сезона Сочи к приему тепла уже почти готов. Традиционно первыми тепло получат учреждения культуры, образования и здравоохранения. Их готовность на этой неделе проверила комиссия Ростехнадзора. Там была проверка объектов социального комплекса. Было замечание одно серьезное, которое в настоящее время находится в стадии устранения. Это в 57-й школе произошла просадка здания котельной. В настоящее время производятся работы по устранению этих замечаний. Все остальные замечания несущественные. Подготовка к отопительному сезону идет по графику, заявили на совещании. Готовность муниципальных котельных и теплосетей более 95%. К приему тепла готовы и 99% сочинских жилых домов. До 100% не дотягивают из-за 16 многоэтажек, которые находятся под управлением МУПЖЕК. Районные власти уже направили жалобы в прокуратуру на эту управляющую компанию. Традиционно проблемными остаются и ведомственные котельные. Несколько городских предприятий, которые уже много лет не работают, запустили свои тепловые сети настолько, что ведомственные дома годами отапливаются только электроприборами. Глава города потребовала в кратчайшие сроки решить эту проблему. Оно может быть не их, только исключительно тогда, когда у них появится новый хозяин. То есть это мы нам передадут, и тогда мы будем за них думать. Если они к нам не переданы, мы даже не можем копейку туда потратить. Послушайте меня внимательно. Поэтому мы все равно не говорим о том, что наши, не наши, или легко отбиться. Это наши жители. И если наши жители живут без тепла, значит мы плохо с вами работаем. Это наша недоработка. Глава города потребовал от районных властей обратиться в прокуратуру с жалобой на такие предприятия. Как бы там ни было, паспорт готовности города к отопительному сезону должен быть подписан уже 30 сентября. Напомним, отопительный сезон в Сочи официально стартует 15 ноября. Но эти сроки могут меняться и зависят от погодных условий.